Сейчас мы будем с ним поближе знакомиться. Я сделал, что я сходил вот с этим телефоном, авторизовался и закачал в него все необходимое. На нем, собственно говоря, тестировать и будем. А значит, ну остальные здесь пока находятся еще раз для того, чтобы вы смогли понять, как в реальности выглядят цвета заявленные. То есть, вот этот прям даже не знаю, с одной стороны вроде самый модный, спереди темный, но сзади при этом как-то вот цвет немножко, по-моему, подкачал. Затрудняюсь сказать, какой мне больше нравится. Ну да и ладно, это настолько все субъективно, что я думаю, надо убирать и начинать смотреть более близко. Делать всякие тесты. Что ж ты не наводишься-то? Во! Вот таким вот образом это выглядит. То есть, есть у вас вариант поставить либо карту памяти и вторую карту. Что-то я в последнее время очень сильно заговариваюсь. Да, сюда мы ставим сим-карту, номер раз. Сюда мы выбираем на усмотрение, либо карту памяти, либо вторую симку. К сожалению, здесь вот одно из двух. Либо так, либо так. Снимем пленку защитную, чтобы она нам не мешала видеть. Я вот все вот не знаю, как его держать, чтобы он не отражал то, что не нужно. А значит, что приятно. Да, то есть, вот мы видим... А что ж ты опять не наводишься? Мы видим закругленное стекло. Это достаточно приятно. То есть, нет вот острых граней никаких. В этом отношении все хорошо. Да, здесь мы видим моргает индикатор. Причем цветов у него несколько. Давайте поближе сам телефон посмотрим. Кнопки. Ничего такого там архиот. Люфта такого ничего нету. Значит, причем вот... Видимо, какая-то кнопка была запрограммирована на включение камеры. Да, видим разъем для наушников. Микрофон. Да, судя по всему. Второй микрофон. А вспышечку одна цветную. Камеру квадратненькую. И сканер отпечатка пальцев. Динамики у нас прячутся здесь. Качество сборки, ну, вполне хорошее. По весу, ну, такой сбалансированный, скажем так. Значит, по отпечатку пальцев. Видите, да? Не найден. Давайте еще раз. Оп. Разблокировался. Давайте попробуем. Что тут? Жук. И не включается. Оп. Включился. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что сканер отпечатка пальцев. Ну, сейчас разблокировал хорошо. Работает не совсем корректно. Возможно, я неправильно, конечно, палец ввел. Ну, хотя там сложновато на самом деле ошибиться. Давайте еще раз. Включаем. Каждый раз новая картинка. То есть, включаешь. Включаешь. Новая картинка. Да? Разблокировался. Давайте еще раз. Разблокировался. Оп. Разблокировался. Не знаю. Сложно. Сложно. Сложно мне судить. Может быть, все-таки палец неправильно был введен. В остальном, все стандартно. Кроме того, что мне не понравилось. А навигационные кнопки. Домой. Открытые приложения. Да? Назад. Они находятся не на телефоне, как обычно это делается. То есть, если мы возьмем, то они будут находиться вот здесь. Да? На телефоне. Здесь они находятся на сенсоре. То есть, учитывая то, что телефон имеет диагональ 5.2. Насколько помню его диагональ. Часть этой диагонали кушается, ну вот, этими кнопками. Да? Если вы играете в игру, эти кнопки убираются и диагональ полностью. Ну вот, когда вы там звоните, либо что-то еще, а ведь в высоте мы теряем. Что там такое пишут-то? Ай-яй-яй. Вай-фай он не достает. Немножко там некоторые вещи не докачались. Поэтому я пойду сейчас их докачаю. И, помимо прочего, установлю сюда сим-карту. И мы снова к вам вернемся. Вернее, я один. Значит, отключаем вай-фай за ненадобностью. Ставим его на максимальную яркость. Достаточно ярко получилось. Ну и, собственно говоря, что меня интересовало. Да? 4G в нашем случае поддерживает. Да? Понятное дело, есть много разных 4G. Вернее, 4G-то есть один. Но вот есть LTE, есть 4G+. Поэтому давайте посмотрим. Итак. Пинг 19, 19, 18. Ну, какой-то прям вот 35. Да? Второй тест. Мы понимаем то, что во время получения... Нет, не второй. Вот он. Второй снизу. Да, во время получения, прохождения теста, да, был звонок. Мы его тогда, получается, не учитываем. Да. Вот. Значит, получение скорость 10, 14, ну, 18,5. Передача данных 22, 22, 22. То есть, ну, абсолютно стабильно, хорошо. По-моему, это вполне достойные результаты. Да? Еще раз. Это Beeline, Москва. Ну, то есть, как бы, понятное дело, в других местах может отличаться. Так. Давайте посмотрим GPS-тест. Хорошая точность. Хорошо держат спутники, да. То есть, из 19 видимости 16 держат. И прям вот достаточно уверенно. Да, остается вопрос, как это выглядит на картах. А я карту, интересно, скачал? Давайте сказать. Ай, скачал я карту. Да, абсолютно точно показывает. Давайте. На месте стоит, никуда не бегает, не прыгает. Все точно, все хорошо. Со спутниками я проблем никаких не вижу. Так, что мы будем тестировать дальше? Давайте посмотрим, сколько. Пять касаний у нас потолок. Пять касаний. Много-мало, не мне судить, да. Понятное дело, то, что в последнее время телефоны, которые я тестировал, они имели 10 касаний. Поддержку 10 касаний. Данные поддерживают 5. Много-мало. Вот как есть. Показал, ну да и ладно. А значит, по его отличиям, в принципе, есть две версии этой модели. Первая версия это Asus Zenfone 3. Он же Max, да, Asus Zenfone Max 3. Да, это для нашего рынка. И второй это Pegasus 3. Да, то есть, в нашем случае это китаец. Отличие у них основное заключается в том, что для нашего рынка делают с процессором, который имеет максимальную тактовую частоту 1.45, да. А Pegasus 3 имеет 1.3. Ну, вот, собственно говоря, все отличия. Не более того. Давайте посмотрим сенсоры. Катается? Катается. Подсветить? Давайте подсветим. Работает. Работает. Давайте дальше посмотрим. Ну, соответственно, данный тест тоже работает без проблем. Да, здесь у нас, получается, никаких дальномеров нету. Расстояние в 1 см, на которое приближаем. Ну, то есть, сам факт. Либо закрыт, либо открыт. Все. Не более того. Куку поднесли. Ну, потухнет. Гироскоп. Сенсор отсутствует. Температурный сенсор отсутствует. Звуковой. работает опять же работает и все больше нет ничего давайте откроем аиду и почитаем вообще что нам предлагают нас в зен фон пегасус 3 тип устройства телефон да это почему потому что не диагональ такая 5 2 насколько помню модель asus x 208 в нашем варианте он называется zc 520 т.л. здесь называется asus x 208 mt6735 тут уже интересно потому что платформа 37t да все правильно прошивка стоит европейская ww оперативки 3 гига в стройке 32 но от нее остается 24 процессор mediatek mt6737 четыре ядра cortex a53 1.3 гигагерца 64 битник ядер 4 частоты от 300 до 1300 разрешение экрана 720 на 1280 то есть максимально да у нас получается видео мы сможем посмотреть не full hd или full hd не разбираюсь я в этом поэтому скорее вот цифру смотрите ну да и ладно fps lcd диагональ как и говорил 5 и 2 плотность пикселей 282 rm рендерер мали т720 обновление 55 гигагерц и бла 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 батарея интересный достаточно до момент батарея у нас 4100 вполне хороший аккумулятор на сусах они живучие шестой android zephyr и инкремент надо ww фон 16 18 05 2016 0908 то есть он перепрошит с чайны в ww не знаю там с подмены они делают это айди или нет но в итоге получается вполне неплохо единственно знаете вот когда была корявая прошивка здесь нет вообще этой папки что ли были некоторые папки на иероглифах а у нас осталось что в этой версии сейчас покажу а у нас осталось когда мы его включаем да здесь slide to unlock до сдвинуть для того чтобы разблокировать то есть вот эту вот часть она собственно говоря не переведена все остальное все хорошо так ну какой-то запустим давайте начнем классически с бонзайки есть вопрос вот надо это на ускоренном делать вот этот тест или ну оставить и кому надо перемотать всегда сможет напишите если не сложно в комментариях да то есть вот прям вот механика тестов меня очень сильно интересует как вы хотели бы это видеть ну или как вы это видите правильно на это будет все анализироваться и возможно тесты будут меняться под ваши пожелания или под ваши рекомендации 2952 очка давайте дальше вот опять же да что такое 4g интернет мы берем заходим в youtube открываем там первую попавшуюся максимальное качество 720 а почему потому что экран имеет такое разрешение то есть такой быстрый интернет нам позволит без проблем смотреть потоковые видео без каких там сложных подвисаний а также если вы играете в какие-то игрушки которые жрут достаточно много интернета и хотят его быстрее да то вы сможете его здесь получить ну давайте раз бонзайку мы протестировали давайте протестируем по моему как-то подвисает все таки чую то что вот как-то слабоватенько наверно покажет результаты 37649 где 3d чтобы получше вам было видно цифры вот такие вот цифры набрал такие вот очки давайте перейдем к следующим тестам так значит что у нас есть что такое то почему я еще не могу выбрать могу я теперь выбрать и запустим мы слинкшот экстрим написано к сожалению у вас не пока недостаточно данных чтобы сравнить результаты для данного устройства я скажу больше он про это устройство вообще не знал я буду первым кто рекомендует asus x208 по данным мониторинга ну вот так вот у нас выглядит график частота процессора бегала у нас следующим образом и получились вот такие вот цифры хорошо плохо не помню смотрите сами вы же в этом разбираетесь видите мистическое устройство мы не признаем это устройство он не знает ничего кроме операционной системы популярность нулевая абсолютно да то есть но такая вот штукенция давайте посмотрим что у нас здесь есть еще давайте запустим быстренько наверно все это дело промотаем и посмотрим результаты наверно так очевидные результаты очередные результаты 4145 но опять же да плюется то что он если нажимал поделиться то не хочу делиться да и как 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 вернуться то то что ж такое вот вот так вот у нас график на дно радует температура не повышалась до ее прямая линия как было так она осталась собственно говоря очки и прочие результаты тест посмотрели подумали давайте подумаем что еще можно с ним сделать давайте как всегда поиграем в игры от простого более сложного пойдем бегает бегает давайте что и потяжелее запустим из-за фKI verov по-моему вполне шустро давайте посмотрим асфальт восьмой Вы знаете, за все эти обзоры я первый раз пришел первым. Ну и ладно. Давайте еще побегаем в Nova 3, после чего попробую протестировать все-таки аккумулятор и понаделаем фотографию. Фотографию, возможно, делать буду уже завтра при свете дня. Может быть что-то сделаю в небольшом темнотушке. А я не скажу вам особого ужаса. Продолжение следует. Продолжение следует. По-моему, опять же, вполне неплохо. Так, ну что, по игрушкам прошлись, по памяти прошлись. Давайте зайдем в самом телефоне посмотрим. Вот, да, какая у нас стоит сборка. Такую присылает продавец. Ну, немножко корявенько, но, в принципе, этого незаметно. Да, там включил-выключил. Только в этом случае. Так, давайте посмотрим, как работает у нас данная программа, которая замеряет аккумулятор. Так, ну, сейчас я, значит, его не запущу, потому что он хочет минимальную зарядку 80%. Я ему ее дам. Надеюсь, не будет разряжаться телефон в течение каких-то там безумных долгих недель и так далее. Вот, значит, заряжу, мы к этому вопросу вернемся. Из того, что у нас здесь осталось, да, это камера. Ну, давайте посмотрим, как оно выглядит. Ну, смотрите. Что-то не хочет. Сделаем что? Сделаем фотографии и... А нет, дайте режимы посмотрим. У нас тут очень большое количество режимов. Давайте возьмем, например, ночь. Светлее стало, нет? Ну, явно он. Причем, да, у нас подсветка ничего не работает. И он все это дело видит, ну, существенно поярче, чем камера, которую я снимаю. Так, панорама, HDR. Ну, не так много режимов. Качество фотографий будем проверять завтра. Да. Ну, для вас это будет мгновенно. Блин, ребят, я уже понаделал фотографии. Думал уже поставить телефон на закрывающий тест. И тут на почте забрал две посылки, которые, я думаю, можно, наверное, сразу к этому телефону быстренько распаковать и примерить. Раз. И... Как так-то? Блин, ребят, вот честно, здесь должны были быть чехлы для Asus Selfie и для Pegasus. Ну, к сожалению, видимо, китаец что-то перепутал и положил два чехла для Asus Zenfone Max. Досадно. Такие досады тоже бывают. Значит, что у нас получается? У нас получается, походил я с ним пофотографировал и мы пришли к тому, что надо включать последний тест. А потом делать некое резюме по этому телефону. Да. Давайте. Запустим. Что происходит в этом тесте? Ну, блин, как же тебя направить-то, чтобы ты не отражался? Да. То есть, он сейчас тестирует, как будто там происходят загрузки страниц, там что-то еще. Очень сильно я надеюсь, что не произойдет, как в прошлом тесте с телефоном то, что я делал, когда бах и вместо того, чтобы увидеть результат, произошло то, что он разрядился в ноль и не более того, время потратил и произошла беда. Надеюсь, этот тест будет сделан правильно и после него вы увидите качество фотографии. Это качество со звуком видите даже. Это качество фотографии будет в видео, да, раз и два. Будет ссылка на Яндекс.Диск, где вы сможете посмотреть исходники, насколько хорошо они получились. Все, оставляем и вернемся позже, посмотрим, чем этот тест закончился. Итак, вот наш результат теста. Да, 6 часов 19 минут он длился. Значит, вот у нас данные мониторинга, где мы видим достаточно ровная кривая, с которой садился аккумулятор примерно с 90% до примерно 25%. Он садился в течение 6 часов 19 минут. Все это время здесь происходили такие вещи, как то видео включалось со звуком, то какие-то там фотообработки. То есть, ну, это был рабочий экран, все было включено и вот 6 часов он садился. Непрерывная работа. Оценки тестов, ну, опять же, да. Вот вам цифры, вы их видите. Они не открываются, то есть, это вот все, что есть. Вот он еще раз график. Насколько это хорошо, плохо? Ребят, честно, ну, не знаю. Да, есть у вас какие-то пожелания относительно тестов, которые делать, да, вот этой синтетики. Ну, будьте любезны, напишите. Я постараюсь это учесть и делать именно так. Что у нас остается? Давайте камеру приподниму и сделаем резюме по телефону. Значит, сам телефон. Закругленные края. Качество сборки, вот. Ничего такого не люфтит, не кряхтит. По камере. Ну, еще раз, да. Фотография. Вы увидели. Ссылка на исходники на Яндекс.Диск, чтобы посмотреть, что из себя представляют фотографии. В описании к видео есть. То есть, насколько качественно он фотографирует, вы можете посмотреть. По однозначно тому, что можно назвать, наверное, минусом, это то, что вот экран, кнопки домой и прочее, да, они прячутся в экране. А при всем при этом, если вы что-то делаете, ну, не такого плана, там, в игру играете, то, в принципе, эти кнопки убираются, ну, не страшно, у вас остается полноценный дисплей. Хорошо это или плохо, поэтому под вопросом. Насчет рамок, ну, ребят, честно, я относительно рамок не заморачиваюсь вообще. То есть, кто-то их видит, а, посмотрите, какие ужасные там огромные толстые рамки. Как-то я абсолютно спокойно к этому отношусь, ну, рамки и рамки. Индикатор есть. Аккумулятор, да, достаточно мощный. То есть, там, сколько у нас тут? 4 с лишним тысячи, по-моему. Вот, уже забыл. Давайте посмотрим еще разок. 4100 мАч. Это достаточно хорошо. Это достаточно хорошо. 720 он может показывать. Ну, вроде как слабовато. было бы, ну, там, получше, повеселей. При этом, ну, зато сохраняется диагональ. Да, что он не сильно большой. Несъемная задняя крышка. Тангетка, да. По-своему это хорошо. Кто-то только вот к этому и привык. Кнопки. Все вот это вот дело без проблем нажимается. Легкая недопереводимость, да. А-ля. Сдвинуть для разблокировки. Не найден отпечаток пальцев. Ну, не более того. Что-то более серьезное. Переведено без проблем. А во многих вещах сам по себе, ну, вот опять же, был не переведенный. Ну, вопрос, может быть, она... А-а-а. Это сохранение, да, аккумулятора. То есть, если у вас аккумулятор садится, вы включаете эту функцию и получаете отключенный Wi-Fi, отключенный мобильный интернет и прочие вещи. Достаточно удобно, неплохо экономит аккумулятор. То есть, если до зарядки далеко, можно ею пользоваться. В общем, Asus'овские некоторые плюшки достаточно интересны. При этом камера на Zenfone Max вот этих вот вещей было гораздо больше. Да, то есть, здесь есть супер разрешение, HDR, улучшение портрета, ночь, селфи, панорама, замедленная съемка. Да, клево, да, классно. Но в Asus'е может быть больше. Хотя, в принципе, этого, наверное, достаточно. В целом, думаю, все-таки станет он моим регулярным товаром. Да, учитывая то, что золотой не успел до меня дойти. А, ну, там, человек списывался, говорит там, ну, а что есть, что интересно. Вот мы с ним обсуждали, обсуждали. Вот он решил взять золотой. Вот эти два пока есть. Да, сейчас все это дело добавлю. И что такое товар в наличии по цене Али? Да, вы можете зайти в группу ВКонтакте. Да, ссылка будет в описании. И если этот телефон там высвечивается, значит, он есть. А в наличии вы можете уточнить цвет, версию. Но версию я буду держать 3.32, 3 оперативки, 32 встроенной памяти. По-моему, даже других и нет. Это у... Я селфи, наверное, немножко его путаю. Есть к нему чехлы, есть к нему флешки. Там некоторые другие атрибуты. Можете заказать. С вас, если вы находитесь в России, будет стоимость пересыл это 300 рублей. Беларусь, Казахстан и прочее. Ну, надо уточнять. Вот. Если не хотите из России, хотите с Китая, там воспользоваться кэшбэком, либо там что-то еще. Ну, абсолютно без проблем. Ссылка на продавца есть. Продавец вроде как надежный. Ну, насколько проблемна эта модель, мы сможем узнать чуть позже. Ребят, не обращайте внимания на то, что достаточно сильно изменился фон. Да? Потому что это видео доснимается, да, в совершенно другой день. По той причине, что ко мне дошли все-таки, они шли в другой упаковке. Два чехла от Нилкин, которые подходят к этому телефону. И, собственно говоря, мне захотелось сразу посмотреть, что они из себя представляют. Как они смотрятся на телефоне. Ну, и показать это дело вам. Значит... Ух ты, елки-палки. Серия Спаркли. Это вот такой внешний вид. Значит, давайте вставим. Наверное, все-таки лучше вот этой стороны вставлять. Значит, вставляется абсолютно без проблем, как и всегда. По вырезам мы видим прекрасно. Динамик открыт. Сканер отпечатка пальцев. Все хорошо. Вспышка, камера, микрофон. Все хорошо. Боковые кнопки управления, включения и громкость. Все хорошо. Сверху, снизу. Все хорошо. И, на всякий случай, видите, такой небольшой вырез. Это на случай, если у вас будет толстый разъем. И, ну, чтобы легче это... Чтобы гарантированно это втыкалось на зарядку. Ну, вот, единственное... Видите, вот такой вот косячочек здесь есть. В принципе, таких вещей быть не должно. Ну, не сильно заметно. Не буду я к этому придираться. Но, вообще, таких вещей быть не должно. Чехол сидит без проблем. То есть, вы можете набрать телефон. Закрыть. И через закрытый телефон разговаривать. Вырез под динамик есть. Ну, таких вещей, как там... Привести пальцем или что-то еще здесь... Да, нет, нету. Да, нет, нету. Вот богатый русский язык. Вот. Ну, в остальном... Я его заново пытался вынуть. Да, заново. Все. Ничего не лифтит. Все хорошо. Все классно. Так, сейчас я его сниму. И мы посмотрим, что такое бампер на этот же телефон. Единственное, ребят, да, вот я не знаю, буду ли я заказывать еще такие чехлы, да, для того, чтобы держать их в наличии. Ну, вот эти два у меня точно есть. Если вы заказываете у меня этот телефон и вам такой чехол нужен, ну, спросите. Значит, защитная пленка от Нилкина. И, собственно говоря, сам бампер. Прикольное качество. Так. Кнопками сюда. Оп. И, смотрите, все то же самое. Без проблем сканер отпечатка. Все хорошо. Стеклышко. Стеклышко. Немножко защищает. То есть, есть вот основной плюс бампера, да, для чего он нужен. Не царапается камера. Раз, да. То есть, она немножко вот утоплено становится. Не коцуются бока, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, когда вы отходите год с телефоном, он у вас после того, как снимите бампер, будет плюс-минус как новый. Это клево. Это супер. Бамперы хорошие. Ссылку я на них положу. Если надо покупать, если заказываете у меня, да, то, ну, вот, как минимум эти два у меня точно есть. Про остальные не скажу. Ну, собственно говоря, бамперы показал. Ну, пойду дальше заниматься. Засим, я думаю, отрезюмировал данный телефон. А все, что хотел с ним сделать, насколько помню, я сделал. Если вы считаете то, что обзор неполный, либо что-то делается не так, еще раз, да, ребят, пишите. Ну, обязательно пишите. Потому что какие-то вещи субъективные, да, что-то, ну, там, ночной я вам делать что-то слишком технически сложно, а вам это не надо. Ну, еще и сделаю не так. Поэтому, ну, вот, не стесняйтесь, пишите. Все будем осмысливать и переделывать. Засим все. Всем всего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok